доброе утро дорогие друзья я сегодня на завтрак решила из прокисшего молока сделать себе оля оладушки оля блинчики не знаю что получится вообще не знаю что получится и не хочу сильно густое тесто делать но она у меня такое видите жидковато может будет тоненькие оладушки а может получиться такие толстенькие блинчики не знаю вот а вчера вечером я готовила рыбку вы знаете какая любительница рыбки а эту рыбку мне передавала соседка моя если вы помните я показывала видео и люди те которые говорят что всегда удивляет но выйти по и жрать они не понимают что я живу одна конечно же я столько не съедаю и я все это складываю в холодильник морозилку а потом когда нужно достаю и кушаю от пирожки те которые я приготовила их там 12 штук было да ну в лучшем случае 4 штуки я съела на сегодняшний день а все остальное в морозилке зато когда захочу достану пирожочек и буду кушать там еще у меня пирожки с картошкой есть и так удобно когда гости приходят в гости гости в гости достал разогрел вообще красота у меня там замороженные супы и есть и борщи есть и много чего еще и и иной раз бывает вот просто заболел я же одна живу мне некому приготовить там или еще что-то поэтому раз морозилочки достал разогрел и вот тебе красота иногда бывает я даже закручиваю в банке там что-то приготовила лишнее осталось и закрутила в баночку потом когда надо открыла и вот тебе красота ну некоторые просто урывками смотрят и как бы ну да возможно вот я любительница вот блинчиков оладушек пирожочков это как бы мой минус может быть а может и плюс потому что если вы посмотрите я уже рассказывала что я на дзене выставляю видео которые я снимала 4 года назад то есть там двадцатый год три года четыре года назад и я смотрю что я сильно не изменилась хотя весь этот период конечно же и конфетка и пирожочек и булочка и еще что-то но это постоянно в моем рационе и поэтому я не переедаю там это не значит что если я там 12 пирожков приготовила я села их и все сразу съела что-то я заболталась а уже пахнет попробую начали таким образом а дальше будет видно что сковорода это прилипает не знаю получится у меня не получится ну если что будет вместе с вами мой первый блин комом как говорится ой что это натворила хотела подтереть ира ира только помыла печку и сегодня с утра встала как всегда шесть часов уже выработана гадали наверное просыпаться в такое время шесть и редко я сплю до пол седьмого там иногда бывает и раньше вот и не как бы стоят эти бутылки на столе и я вчера что-то творог не стала делать в общем я думаю надо же что-то приготовить что приготовить даже не знаю вот как бы решила сегодня у меня на завтрак будут вот такие оладки а если они там у меня останутся всего останутся я остальное холодильник морозилочку красота красивая будет ира ира вот знаете еще когда не было всяких этих лопаток и всего прочего вот привыкла делать ну как бы переворачивать вилочками и вот беру допустим какую-то лопатку или еще что-то для того чтобы переворачивать и потом все равно возвращаясь к вилочкам я аккуратненько все это делаем не подцепляюсь там найти как скребут да я добавила у меня есть ванильная сливочный как он называется ароматизатор пищевой ваниль на сливочный как вкусно пахнет прям вообще вкуснятина ну что вроде бы как получается я вот не хочу я обычно когда жарю оладушки я сверху накрываю крышкой тогда они не седают или накрыть не знаю сейчас подумаю наверно все таки накрою крышкой пускай они несколько минут постоять так ну в общем вот посмотрим сейчас пережарю потом покажу что получится вот такие красивые оладушки у меня получается два штучка я уже заточила с какао очень вкусно было вот еще осталось на одну сковородочку и все и завтрак был у меня очень вкусный и так дорогие друзья не зря у вас такая картинка перед глазами как вы видите вот я говорила когда я довяжу салфетку тогда вам покажу но к сожалению мне остался один ряд и при всем моем каком бы я не хотела старание чтобы быстрее связать да у меня не получилось да но так как я два этих дня вязала только эту салфетку практически вчера хоть я ее с перерывами вязала там вязала круглую кокетку и носочек сегодня носочек повязала совсем немножко все по той же причине видите я связала пяточку и связала немного немножко осталось тоже на час работы может быть сейчас пока я буду редактировать видео я и довяжу и носочек ну и соответственно довяжется салфетка и следующее уже раз я вам покажу и и когда она пройдет стирку блокировку и будет супер красивая салфетка замечательная вот такая как я уже сказала я выставила схему этой салфетки в телеграм можете пройти друзья мои в телеграм еще раз повторяю в группе которая называется для тех кто любит салфетки и скатерти у меня там 2 ну есть мой канал есть чат каналу и есть группа вот именно в группе которая называется салфетки ну для тех кто любит салфетки и скатерти как видите здесь я считала вот петелечки сколько воздушных петель мне нужно вязать очень ну как сказать не совсем понятная схема вот посмотрите как вот можно распознать с одним столбиком с одним накидом столбик с двумя или с тремя в общем ничего не понятно на свой как говорится опять методом тыка не побоюсь этого слова сказать я начала вязать значит серединка у меня была первоначально связана столбиками с одним накидом и я пошла вязать столбиками с одним накидом дальше но когда я провязала определенное количество то есть я вам показывала до того салфетку она были связаны здесь листочки уже перешли ли на вторые листочки мне пришлось все это распустить потому что вообще стянулась все очень и очень во первых здесь вот видите написано что диаметр салфетки 40 сантиметров и крючок номер один у меня крючок 125 возможно эта салфетка вязалась пряжей потоньше но я вот так если на первый взгляд посмотреть то в общем то не такая же тонкая пряжа но собственно говоря все равно выйти из положения я вышла оставила серединку столбика столбики с одним накидом здесь уже вязала дальше с двумя накидами потому что ну я думаю когда заблокируется это салфетка все станет на свои места и и получается что сейчас она у меня 45 сантиметров видите 45 сантиметров если брать от кончика до кончика но я сейчас закончила вот так это не это вот с этой стороны видите какой ряд сейчас у меня вяжется и сколько тут осталось и половина от этого ряда еще довязать мне нужно посмотрите какие интересные здесь столбики то есть получается вот клеточка да ну я допустим знаю как это сделать конечно же я это сделаю но начинающим вязальщицам тяжело будет понять как как это сделать вот и мне собственно осталось вот сейчас я нахожусь на этом моменте вот видите и и здесь вот он этот момент и мне останется еще один ряд вот этот вот ряд мне еще останется красивый тоже ряд с пикушками да очень красивая салфетка должна получиться мне кажется после того как она заблокируется будет вообще супер не знаю соберусь я связать еще одну такую салфеточку потому что после блокировки она будет еще больше правильно и скорее всего что я свяжу что-то подобное только в другом цвете то есть цветочек будет другим цветом а вот это мне хочется связать но наверное зеленым и не знаю здесь будет может быть желтым а здесь зеленым либо красным и зеленым что-то такое и знаете в общем я же говорю что я смотрю многих вязальщиков и вязальщиц кто вяжет салфетки да и так как я блондинка стены у меня все светлые и у меня все время сливается фон до на фон обоев и и моего лица и получается что я там засветленной забеленной и так далее я очень долго уже голову свою ломаю над тем что мне сделать переклеить обои повесить ковер пробовала ставить всякие корзины с пряжей как делать допустим другие блогеры дано сзади думала купить полку и поставить сзади допустим ну повесить над креслом полку ну во первых там у меня дверь от шкафа это первое второе сегодня я захотела так у меня кресло стоит потом следующий раз я допустим переставлю по-другому да нужно что-то такое придумать чтобы можно было либо перевесить либо еще что-то как вы знаете я купила фон фоны тоже не подошли я вот как говорится попытки не пытки и вот в поисках уже долгое время потом я посмотрела как люди ковры ткут есть специальное вязание я я забыла как ковровое вязание по-моему она так и называется там специально иглой протыкают и вышивают всевозможные узоры пряжей у представляете красиво есть еще одно рукоделие когда картины выкладывают просто вот допустим рисует что-то и с помощью клея наклеивает кусочки пряжи тоже все это очень красиво но этому всему нужно учиться это все нужно закупки очередные делать и причем немалые потому что я посмотрела за цены на допустим там сделать рамку я сама не смогу допустим чтобы кустарным способом это сделать да если был кто-то кто мне мог бы там эту рамку сделать это один вариант а вы может себе представляете вот этот большой лоскут он одевается на рамку прибивается степлерами гвоздиками там я многих вязальщик спирись ну как рукодельниц пересмотрела да и потом это вот как вышивка да на пяльце одевает кто-то да на пяльце одевает и тоже вышивает но это все дополнительные затраты каких-то дополнительных затрат вносить мне не хочется хочется исходить из того что я имею ну и в общем что я решила самое оптимальное подсмотрела на канале рукодельницы как же шею и улыпала каждый раз я забываю как и и вот у меня проблема с названием канала в недавно тани кельмяшкина снежинки вязала по ее мастер-классу одри какая-то в общем одри студия что ли называется у нее канал но друзья кто смотрит этот наверное знает о чем я говорю вот и у нее значит есть такое видео где она показывает рамки для ловцов снов я думаю тут не стоит объяснять что такое ловец снов да и многие тоже занимались этим я зашла на вал берез посмотрела что диаметр 50 сантиметров стоит 500 рублей ну можно подешевле там зависимости от того из какого материала изготовлено этот круг да и получается что вот как бы я белую салфетку то связала а теперь мне нужно какую-нибудь темненькую связку такую разноцветную я не знаю оставлю я именно эту ну то есть вторую такую же свяжу или посмотрю что-то еще что мне понравится но я вот посмотрю какой диаметр будет и у этой салфетки мне кажется как раз она и и будет 50 сантиметров вот такая вам история создание этой салфетки длинная да но вот рассказываю какие у меня задумки друзья мои рукоделие такой непознанный мир сколько лет я нахожусь уже на ю тубе я только буквально вот когда начала искать вот это вот вязание да вбивала в поисковик по разному как связать ковер на стену там еще какие-то в поисковике вбивала вяжем ковер на стену ковер в интернере и много чего это смотрела и много чего вбивала и получается что я когда залезла в эти дебри а там оказывается друзья люди лоскутным вязанием шитьем такие картины вышивают вы не представляете мужчины тоже рукодельничает еще и как а я долгое время сидела вот каком-то узком кругу вязальном своем все вот эти блогеры которые у нас на слуху да редко кто-то туда там как говорится в наш лес заскакивал до новая пора поросли поросли назовем это так шаг лево шаг право почему-то я не делала не выходил из этого леса ну то есть была своя комфортная зона которая желает варила да и если бы у меня не возникла вот такая необходимость я не знаю она мне придется по вкусу не придется но я же не остановлюсь если допустим не это не подойдет этот ловец но он у меня конечно же останется может быть дальнейшем не вообще понравится это дело и я может еще не один ловец но свяжу это тоже красиво смотрится и вот мне говорили сделать корзину из своих салфеток и картину но вот картина меня не впечатляет а вот ловец но у меня впечатлил вот понимаете мы все своеобразные у каждого свой вкус и вот как-то я еще раз повторяю я не вижу в своем интерьере картины вот и почему-то я к ним ровно дышу вот к вышивке я могу поохать поахать там если кто-то вышивает да красота красивая и мне это нравится только смотреть но вот допустим своем интерьере я этого не вижу мне не нравились а ковры которые висели на стенах когда вот вы помните в наше время ковер у кого покруче и чтобы это все и на стенах и на полах лежали и все но меня они не впечатляли не знаю почему но вот такая я а пледы впечатляют вот почему так я не знаю как говорится если в одном месте плюс то в другом месте минус но опять же говорю же мы все разные поэтому вот что хорошо одному другому хуже смерти как говорится ну все дорогие друзья на этом я на сегодня закруглюсь сегодня постараюсь довязать но я не буду себя напрягать если не будет вязаться я не буду вязать но мне очень хочется довязать сегодня эту салфеточку блокировать скорее всего что завтра буду ее стирать и блокировать но опять же загадывать не буду потому что говорят хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах и поэтому я стараюсь как бы не планировать особо я смотрю там комментариях мне тоже пишут что многие не планируют очередной раз хочу всех поблагодарить за ваши комментарии за то что вы рассказываете о своем жизненном опыте рассказывайте свои жизненные истории о своей жизни в целом как она у вас сейчас проходит о своей погоде и прочее прочее все я читаю все смотрю как всегда я еще раз повторяю друзья мои если я сразу не ответила на комментарий значит на то есть причина я на все комментарии отвечаю без исключения и если допустим вот мне буквально недавно пришло сообщение вконтакте моя подписчица написала что очень давно подписана на меня и смотрит мои видео но написать сообщение ну типа пишет сообщение а я их как бы не читаю не знаю абсолютно все сообщения читаю и могу если вы ними не верите показать что у меня вот все чисто я раньше не заходила в спам а сейчас даже туда захожу потому что бывает кто-то там восклицательные знаки какие-то интересные поставят или еще что-то и такие сообщения попадают спам и я вот как бы проверять стала даже спам поэтому по какой причине я не вижу ваши комментарии я не знаю если честно блокирую но блокируют только тех кто грубо обо мне говорит какие то ну в общем когда там допустим нашла коса на камень только в тех случаях я блокирую как говорится как знаете есть товарищ не понимает я даже стараюсь там ну разговаривать там но когда я вижу что человек специально провоцирует меня естественно я ну зачем мне разговаривать с таким человеком я уважаю тебя а ты почему меня не уважаешь вот так что друзья я как всегда в конце видео хочу всем пожелать добра хорошего настроения легких петелек и прощаясь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина